Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас из Павлодара на специальном выездном брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Мы не случайно в Павлодаре. Именно здесь находятся участники этнографической автоэкспедиции Менен Елен Мангелек Ель. Как известно, 1 октября в Актау главой государства был дан старт этнографическому маршруту. На сегодняшний день автоэкспедиция уже посетила 7 регионов нашей страны. Более подробно о ходе экспедиции нам расскажут наши гости. Непосредственно участники экспедиции Евгения Рибака, Бакбай Жаляв и Марат Хутисинов, а также представители Павлодарской области, заместитель председателя партии Нуратан Илья Тереченко, председатель Координационного совета молодежных объединений Ассамблеи народа Казахстана Элита Паули и Ерки Булан Кентуган, руководителя отдела Центра развития молодежных инициатив. В первую очередь мы благодарим всех вас за участие в нашем брифинге и как представителя Павлодарской области первое слово позвольте предоставить Илья вам. Пожалуйста. Мы рады вас приветствовать. Вами проделан огромный путь по Казахстану и сегодня вы в городе Павлодаре. Для нас это знаково, поскольку Павлодарский регион всегда отличается активным интеллектуальным потенциалом молодежи. За два дня вы провели здесь огромную работу. Посетив объекты производства, встретились с молодежью региона, показали нам автопарад отечественных машин. А главное, таким мероприятием вы продвигали любовь к родине, открываете ранее неизвестные исторические достопримечательности Казахстана, тем самым развиваете и поднимаете интерес к туристическому направлению страны. В свою очередь вы увидели уникальную культуру Павлодарского предыдущия. Мы бы хотели, чтобы вы познакомили ее с другими регионами нашей страны. Хотел бы вам пожелать дальнейших успехов. Уверен, что данный проект положит начало новым инициативам Павлодарской области. Спасибо за внимание. Вам большое спасибо. Следующее слово позвольте предоставить руководителю экспедиции. Евгений, вам слово. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники брифинга. Разрешите вас познакомить с информацией о экспедиции. Итак, автоэкспедиция Минен-Ели Мангелик-Ель стартовала 1 октября из города Актау и намерена преодолеть более 10 тысяч километров. ...исторические особенности каждого региона. Для того, чтобы молодые казахстанцы могли повысить чувство патриотизма, гордости за свою страну. Для этого в составе экспедиции 20 человек профессионалов-энтузиастов. Это блогеры, журналисты, этнографы, видеооператоры, фотографы. Еще своим примером мы хотели бы призвать казахстанцев изучать родные края, путешествовать по Казахстану. В рамках данного проекта мы посетим 16 регионов, в которых будут организованы встречи с представителями активной молодежи. Сегодня, преодолев уже путь в 5 тысяч километров, посетив 7 регионов, мы прибыли в Павлодар, край мощной промышленности и живописной природы. Миновав половину пути, могу доложить, что инцидентов не было. Все проходит в штатном режиме. Теперь я хотел бы предоставить слово своему коллеге, участнику экспедиции, блогеру, журналисту Жайлау Бактабаю. Продолжение следует... 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 А ведь с этой естественной для человека любви к семье, к родным, к Отечеству начинается любовь к своей родине, к ее истории и культуре. Деятельность молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана направлена на формирование казахстанского патриотизма, формирование толерантного поведения молодежи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Евгений, я думаю, этот вопрос к вам. Да, хотелось бы сразу начать отвечать по вопросу команды. Я хотел бы сказать, что в составе экспедиции нет ни одного случайного человека. То есть эти все люди, которые преодолевают этот маршрут, это люди универсальные, готовые нести несколько функций одновременно. И более того, мы вели подготовку очень длительно, так сказать, около полугода мы рассматривали различные заявки со всего Казахстана. Мы были открыты для всех. И вот по итогу как раз таки определился вот тот состав, который на сегодняшний день оправдывает доверие. Как уже я говорил до этого, в составе у нас есть как блогеры, журналисты, видеооператоры, этнографы, фотографы. Для чего? Для того, чтобы как раз таки там, где мы находимся, там то, что мы видим, чтобы мы могли передать это для всей казахстанской молодежи. Наши впечатления, наши эмоции, пожелания и эмоции людей, с которыми мы встречаемся. Для нас это очень важно, потому что это и есть наша задача нашей экспедиции. И что еще хотел бы сказать, что, ну, действительно, мне бы хотелось каждого из участников экспедиции поблагодарить за этот непростой, нелегкий труд. Потому что, вы сами понимаете, находиться два месяца в пути, достаточно в жестком графике, ну, не каждый сможет. И здесь как раз таки собрались именно такие люди. Большое спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь. Поближе микрофон можно, пожалуйста. Вы пытаетесь раскрыть потенциал, но я имею в виду потенциал, по благотворительной области, какие вы имеете в виду фильм, который в итоге создадите, и в итоге создадите. Благодарю вас. У нас работает творческая группа. Естественно, мы по итогам экспедиции будем еще работать над итоговым фильмом об экспедиции, над итоговым фотоальбомом. Но сейчас уже могу точно сказать, что, будучи в Павлодарской области, мы посетили Аксусский завод ферросплавов, где встретились с трудящейся молодежью, обсудили о том, насколько перспективно сегодня быть именно рабочим вот крупного такого производственного предприятия. Молодые люди рассказали, какие социальные блага для них руководство организовывает, какие курсы повышения квалификации они проходят. И, естественно, мы этой информацией, опять же, как я уже говорил, поделимся со всей молодежью, которая за нами наблюдает. И вполне возможно, что молодые люди выберут как раз таки вот это направление, направление труда. И это очень важно также. Также мы, помимо официальных встреч, посещали определенные особенности Павлодара. Мы показывали и набережную, которой гордятся палодарцы очень. Да, она действительно одно из красивейших мест в Павлодаре. Мы показывали и такую особенность, как трамваи в городе Павлодар. Мы все знаем, что всего несколько городов в Казахстане имеют трамвайные линии. Ну, что могу еще сказать? Естественно, мы посещали музеи, памятники, стелу, вечный огонь. Все это обязательно будет отображено в наших отчетах. Не сомневайтесь. Может быть, вы можете отметить какие-нибудь особенности других регионов? Что вам больше всего понравилось, либо запомнилось других регионов? Да, для этого, как я уже говорил, в нашем составе нашей экспедиции есть этнограф. Я думаю, что он Марат Утисинов. Он более подробно сможет рассказать, что мы видели, что наблюдали, чем впечатлены. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, конечно, мы вот, то, что мы участвуем в этой экспедиции, это для нас большой опыт. И мы удостоверились в том, что в каждой области есть своя особенность, своя история. Мы посещаем историко-культурные объекты, памятники, рассказываем о них, выкладываем в наших интернет-сетях. Можете там посмотреть. Ну, если говорить о наиболее ярких впечатлениях, особенностях, вот, например, в Кустанайской области мы посетили завод Казак-Тулпара. Там, путем скрещивания нашей казахской породы лошадей, выявили очень славящуюся своей выносливостью лошадь, которая при 40 градусах мороза может пересекать очень долгие пространства. И также может пересекать долгие пространства. Каждый регион имеет свои особенности. Это просто пока для примера я рассказал про завод Казак-Тулпара. Большое спасибо. Пожалуйста. Следующий вопрос передайте микрофон. Представьтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вы понимаете, что если мы будем посещать каждое из них, то, наверное, для этого нужен год, если не больше. И я думаю, что в этом году, вот, то, что мы можем сделать в рамках нашего графика, ну, это будет прецедент для того, чтобы как раз-таки молодые люди изучали и потом посредством, может быть, каких-то масс-медиа, социальных сетей передавали, делились своими эмоциями и впечатлениями со сверстниками. Если продолжить немножко ответ на предыдущий вопрос, связанный с тем, что мы еще видели. Вот лично я влюблен в море, Каспийское. Вы знаете, какая это гордость, когда ты понимаешь, что в твоей стране есть побережье большого красивого моря. И вот это действительно мощно. Еще мы в Караганинской области спускались в шахту. Мы увидели, как добывается черное золото нашей страны, вот уголь. Мы понимаем, насколько это тяжелый труд и насколько серьезные мужчины там работают. И об этом мы обязательно тоже всем рассказываем. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли у кого-нибудь вопросы представителям Павлодарского области? Если есть, пожалуйста, передайте микрофон. У кого вопросы? Пожалуйста. Представьтесь. Спасибо, да, я представляю. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. В нашей Павлодарской области буквально с самого начала года было проведено ряд мероприятий именно в рамках идеи Менгалик Ель в феврале 2014 года на базе Павлодарского государственного университета был проведен форум молодежи в поддержку идеи главы государства Менгалик Ель. На форуме приняли участие более 500 студентов. На форуме приняли участие более 500 студентов. Далее в апреле месяце Ассамблея народа Казахстана области провела совместно с областным филиалом партии Нуратан «Круглый стол. Единство и согласие. Уникальный казахстанский путь». В мае 2014 года на базе Дома дружбы прошла научно-практическая конференция «Казахстанский патриотизм в реализации стратегии «Казахстан-2050», по итогам которого выпускается сборник материалов конференции. Также члены Ассамблеи народа Казахстана и творческие коллективы этнокультурных объединений выезжают в сельскую зону в рамках агитпоезда «Мы народ Казахстана» с целью проведения информационно-разъяснительной работы по продвижению озвученной в послании национальной идеи Менгалик Ель. Особенно положительный резонанс среди населения области у нас произвел мегапроект «Дорожная карта мира и согласия», посвященный 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, в рамках которого идет и заинтересованный диалог в поддержку национальной идеи Менгалик Ель. Спасибо. Спасибо. Евгений, вы хотели добавить? Я хотел бы сказать немножко еще про то, что хотелось бы выразить на самом деле благодарность. Это действительно большой проект, который в большой стране. Хотелось бы сказать про нашу страну еще чуть-чуть. Вы знаете, понимая, что действительно Казахстан очень большая страна, девятая по величине в мире, только тогда, когда садишься и начинаешь ехать. Дороги, причем, могу сказать, у нас очень хорошие. Есть моменты, где приходится пользоваться объездами, но мы же понимаем, что дело времени, и через каких-то там полгода, год там будет хорошая дорога. То есть, поэтому путешествовать по Казахстану вполне реально. Еще хотелось бы выразить всем благодарность. Почему? Потому что мы получаем колоссальную поддержку в каждом регионе. То есть и молодежные центры, и акиматы нам помогают всячески, чтобы мы имели доступ к информации, к объектам, чтобы мы могли действовать более оперативно и слаженно. За это вам огромное спасибо, за понимание, за содействие, за то, что мы одна команда с вами. Ну, как-то вот спасибо. У меня есть один такой уточняющий вопрос. Каковы ваши впечатления от машин? Вы едите на машинах сборки, казахстанской сборки, поэтому хотелось бы услышать ваши впечатления. Вы знаете, если как бы и не говорить, что это казахстанская сборка, я думаю, нет никакого отличия от самых лучших производителей в мире. Потому что мы преодолели вот эту дистанцию и заехали на техническое обслуживание, но СТОшники только развели руками и сказали, нам здесь делать нечего, у нас все у вас хорошо, езжайте дальше. Как-то так. Большое спасибо, уважаемые коллеги. На этом мы завершаем наш брифинг. Позвольте поблагодарить наших участников и пожелать им скорейшего достижения финишной черты и удачи и успехов. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok